здравствуйте друзья с вами татьяна и я приветствую всех на своем канале в этом видео хочу показать вот такие красивые носки спортивного стиля вот с этой стороны так смотрится с другой стороны у них приподнятый задник видите вот насколько как вязать его я все показываю пятка бумеранг и закрытие все основные моменты показываю но сейчас давайте измерим и взвесим сколько же ушло и так вот я от центра и вот до пятки 23 с половиной сантиметра получается и ширина ширина 10 с половиной сантиметра на полную ножку но теперь давайте взвесим 0 56 грамм вот видно до 56 57 это нормально в общем надо найти носки 60 грамм пряжи спицы 2 с половиной и будем вязать я буду вязать основной вот такой пряжей это ализе супер вошу артисан и в подмот будет мохер вот ну сейчас все по порядку начну вязать вот этой пряжи я хотела связать начало и кусочек но завязала и забыла что хотела перейти такой же мысочка думаю но и так неплохо она все равно сочетается итак начнем с ализе артисан 100 граммах 420 метров цвет 431 75 процентов шерсть 25 поле амит в одну ниточку я начну вязать потому что без подмота потому что мы потом этот вот это место будем давайте сейчас покажу вот мы его потом будем когда провяжем здесь соединять видите вот у меня идет соединение а когда будем соединять то уже конечно сразу же ставим махеровую ниточку дополнительную вот такие вот носочки и когда свяжем голяшку провяжем еще один ряд вот такой пряжей а затем перейдем на эту пряжу и тоже провяжем ряд и только потом начнем формировать этот клин подъема клин подъема я делаю через ряд через ряд вот он идет клин подъема и здесь вот вот четыре петли достаточно потому что я набрала 52 вот сейчас этот калор скажу все то же самое состав а цвет 9006 это у меня в подмотке мохер кедра я лизы от ализе в 50 граммах 500 метров тоненькая тоненькая ниточка но она дает пушистость вот смотрите и тепло носочки будут очень теплые вот и пушистенькие вот я немножечко примела когда тяжком прослась чтобы вам показать чтобы они хорошо было видно так вот у меня ну а сейчас приступим на спицы два с половиной два с половиной я буду полностью вязать голяшку и ну с отворотом и потом все носочки короче буду вязать на спицах два с половиной и набирать я буду обычным способом классическим длинный хвост вот у меня немножко тут остался вот так беру наберу 53 соединил в круг и провяжу 7 рядов ну вот я набрала 53 петли сейчас одну спицу вытащу и вот эти петли поделю на три части вот так чтобы первый ряд удобно было вязать а потом на две части по 26 на каждой спицы будет вот это вот самое трудоемкое сложные но сейчас на 4 спицах конечно проще вот это место но я вот люблю так вот сейчас я смотрю чтобы были не перекручены и главное чтобы сейчас вот смотрю вот она идет дорожка видите вот вот в этих местах чтобы не перекрутилась все и теперь буду соединять в круг у меня 53 петли одно и сейчас замкну будет 52 с правой спицы петлю переношу на левую захватываю первую петлю и через петлю правой спицы пропускаю вот так подтягиваю назад возвращаю на левую спицу и сейчас я завяжу чтобы не распускались петли все еще раз смотрю вот видите ничего мне не перекручены и вижу лицевыми петлями вот так вот удобно будет это первый ряд так вот а потом будет нормально все я первую петлю тоже двойной провязала можно и одинарной и буду теперь вязать одной ниточкой 7 лицевых рядов я сейчас подсчитаю как следует 7 или 8 там и потом мы будем формировать первую половинку нашего подъема сейчас я покажу как я перекидываю вот провязала теперь я это только первый ряд сложно а потом все хорошо вот эту я возвращаю которую посередке было на спицу а здесь вот опять разделяю вот так показываю чтобы знали как можно вот ряд завязан теперь что я делаю я вот так на середку так эти все вмешаются и разделяю на 2 по 26 петель вот 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 и буду вязать методом клуб вот уже будет просто все одна будет у меня на леске другая на спице и когда первую петлю я буду провязывать ведь те какие хорошо подтягиваю но не настолько чтобы она завершена провязала 7 рядов и на восьмом ряду вот это у меня будет пяточка вот здесь у меня начало и конец и здесь начало и конец ряда поэтому пяточка вот она я маркеры расположила чтобы сейчас начать вывязывать вот это вот место только сначала первую часть вот внутреннюю это примерно как пятка бумеранг первая часть только без клина подъема вот я по краям оставила по 3 петли а здесь 2 и здесь 2 и тут между маркерами по 2 и так вот провязав 1 до маркера этот ряд 8 на восьмом ряду мы делаем укороченные ряды начинается вот я убираю маркер и разворачиваю вязание сейчас мы будем вязать только одну часть заднюю вот снимаю провязанную петлю и так как она изнаночная завожу рабочую нить назад и тяну и получается вот такая удвоенная петля дальше придерживая вяжу до до конца до последнего маркера перебрасываю первый маркер второе перебрасываю и вот эти две петли тоже провязываю не вот у нас последний маркер за ним три петли мы их не трогаем разворачиваем вязание развернула и вот у нас сейчас лицевая я ее снимаю она у нас провязанная петля и так как лицевая завожу рабочую нить вперед и тяну и видите вот удвоила петлю и вижу дальше сейчас покажу еще раз потом все эти маркером уже сами будем провязывать снова вижу до маркера вот первый маркер перекидываю второй маркер а за ним у нас удвоенная петля все я здесь провязала маркер убираю и разворачиваю вязание вот у нас провязанная петля я ее снимаю и так как это изнаночная так не так сняла вот изнаночного так снимать вот идет изнаночная петля провязанная снимаю здесь тоже имеет значение как петлю но рабочая нить будет и так как это изнаночная завожу назад рабочую нить вот и тяну опять удвоила вот у нас уже одна удвоенная между ними петли 2 удвоенная между ними петля и вижу снова до следующего маркера предпоследнего уже последнего всегда вяжем до последнего пока все маркеры не закончатся перебрасываем и с этой стороны также убираем маркер вот у нас двойная и одна петля разворачиваем вязание провязанная петля мы ее снимаем так как это лицевая вперед так да вот лицевая вперед провязываем мы протягиваем протянули и дальше вяжем до вот у нас осталось по маркеру давайте я сейчас полностью покажу все убираем разворачиваемся снимаю петлю и удваиваю назад и снова дальше вяжу до последнего маркера он у нас последний вот довязала убираю все маркеров нет разворачиваю вязание и удваиваю последнюю петлю вот сняла и вперед вот она теперь у нас смотрите 1 удвоенная лицевая вторая удвоенная лицевая 3 удвоенная и просто вот лицевая перед ней будет теперь как мы будем вязать вяжем до сдвоенной петли и вот сдвоенной петли вот она я ее провязываю за переднюю стеночку у всю вот еще раз показывают завожу спицу за переднюю переднюю стенки и провязываю видите как красиво получилось провязала следующую петлю у нас одинарная я ее провязала а здесь двойная и разворачиваю вязание это мы уже начали вязать вторую часть вот первую провязали вторую часть начали вязать вот это как в пятки бумеранг только без провязываю там обычно круговой ряд или один или два провязываем а мы нет мы сразу начинаем и так развернула вязание сняла петлю и удвоила ее все вижу до следующей сдвоенной петли их бы хорошо будет видно так вот она сдвоена видите я ее вижу за год за за сзади завожу вот и вот она и провязываю с изнаночной стороны изнаночной петлей подтягиваю и вот у нас идет одинарная петля я ее провязываю разворачиваю вязание и снимаю и удваиваю и опять вижу до сдвоенной петли разворачиваю вот она с первой сдвоенной уже с этой половинки а это с той сдвоенной я ее тоже провязываю и вот у нас одинарная петля я ее провязываю и перед сдвоенной разворачиваю развернула сняла и так как изнаночная завожу рабочую нить назад тяну удваивая и и вяжу снова до сдвоенных петель так так вот у нас идет одинарная сдвоенная я ее за заднюю стенку обе вот провязала подтянула вторая сдвоенная петля вот она видите вот я ее опять завожу спицу сзади вот и провязываю изнаночной петлей вот так вот так так сейчас подождите вот она у нас застряла там пока я показывала вот провязала скинула одинарная петля перед последней двойной петлей я ее тоже вот я ее тоже вот провязываю и перед последней двойной петлей разворачиваю вязание и удваиваю и удваиваю эту петлю вот снимаю и вперед удвоила ведь у нас две последней получились и вяжу до следующих сдвоенных петель вот я дошла до первой сдвоенной петли до второй сдвоенной петли все мы провязали а эту сдвоенную петлю мы сейчас пойдем по кругу и потом ее провяжем вот она у нас одна осталась мы продолжаем вязать по кругу все мы вот этот вот нысок сделали теперь будем по кругу вот вязать 7 рядов вот это первый ряд первый ряд пошел вот у нас начало и конец ряда и вот в этом первом ряду мы провяжем последнюю сдвоенную петлю так тороплюсь этот этап закончен сейчас мы провяжем 7 рядов и будем соединять две половинки давайте давайте я сейчас провяжу эту петлю последнюю с вами а потом 6 рядов еще вяжем самостоятельно раз два три и вот она видите сдвоенная сейчас посмотрим так так не пойдет значит за переднюю вот за задние стенки провяжем вот так будет красивее ай неправильно я провязала это будет у нас лицевая нет так что-то я перепутала все правильно у нас же две вот за передние стенки я их провязала вот еще сниму сама запуталась вот две петли же у нас двойные а я думаю что такое все мои хобби провязали в этом ряду в первом как говорится в первом ну там посмотрите может это будет и как говорится не считаться там будете сами сгибать и считать в крайнем случае раз здесь двойные провязали может даже этот ряд будет не считаться еще семь рядов посмотрим все у нас закончено сейчас я хочу показать вот смотрите вот так мы сейчас соединим вот второй этап у нас будет соединение вот вот так это будет лицевая сторона а та будет изнаночная но это я так показала а на самом деле вот надо где вот сгиб пошел вот он первый сгиб видите сколько нам надо провязать значит нам надо сейчас 6 рядов точно провязать а там посмотрите нужен седьмой или нет чтобы у нас все шло по сгибу как здесь вот видите вот чтобы ровненько было вяжем вяжем и так пришло время соединять вот так сделать для этого я сейчас присоединила дополнительную ниточку сразу и взяла полуразмера меньше спицы и вот эту вот половинку из 26 петель сейчас мы проведем проведем вот из 26 петель я подниму на спицы вот идет кромочная косичка и сейчас я вот буду за эти кромочные поднимать у меня должно быть 26 вот сначала сделаем первую половину мне с этой стороны удобнее поднимать вот так поднимаем до конца видите вот идет косичка за переднюю косичку обязательно на размер или на полу размера берите меньше спицы так удобнее вот и так я подняла 26 петель и сейчас я заведу спицы вот сюда это будет закрытие как методом трех спиц поднимается туговато идет надо было еще поменьше а я взяла двоечку вот так вот я их соединяю сейчас я пока этот уберу маркер то потом потом кончики сюда заделывать и вот этой спицей закрываем вот я их две вместе сделала и теперь беру нить с дополнительной подтяну и вот у меня это за переднюю стеночку а то буду брать 2 буду брать за заднюю стеночку и вот так вот закрепить одну провязала вторую и поочередно скидываю подтянула опять одну подцепила эту за переднюю вторую за заднюю подцепила и провязываю и обе скидываю то есть метод трех спиц главное чтобы не косила надо петля вот эти вот набор делает петля над петлей тогда косить не будет немножко провязать и посмотреть но я все показывать не будут вот видите уже сколько еще раз покажу поправляем туда запихиваем сейчас первую половинку потом вторую за переднюю за заднюю провязываем двойной ниточкой и вот смотрите видите совпадение тут и тут вот самое главное чтобы совпадали и не такой цвет и вот тоже вяжем заполнительной нитью провяжем ряд а потом будем делать вот что получилось потом постирается разгладиться будет все ровненько и красиво после соединения я еще провязала один ряд вот таким цветом затем перешла на цветной зуб нитью вот у меня сейчас вяжется второй ряд я сейчас буду вязать пятку бумеранг но сначала я хочу сделать по четыре петли петли клина подъема поэтому я по одной петли позаимствовала спереди между маркерами у меня так и осталось 26 и вот после этой петли перед маркером сейчас буду делать петлю прибавлять клин подъема вот провязываю из протяжки поднимаю это вот второй ряд на втором ряду мы делаем чтобы первый ряд был провязан полностью таким цветом вот из протяжки подняла петлю это первая петля подъема клина всего их будет 4 я их буду делать прибавлять через ряд сейчас довяжем до маркера вот довязываю до маркера перебрасываю делаю еще одну петлю с этой стороны клин подъема вот так вот поднимаю сзади и провязываю вы делайте как хотите все делать по-разному кому как нравится дополнительные петли и вяжем по кругу следующий ряд без прибавок и убавок вот и так мы будем делать четыре раза через ряд а потом будем вязать пятку и так мне осталось сделать набрать по одной петли клина подъема будет по четыре сейчас у меня четыре но вот это вот я заимствовала с переда я ее верну и вот эту с переда заимствовал я ее тоже верну и так по три я еще раз покажу как я набираю на клина подъема а вы уже сами смотрите как вам удобнее и так на вижу до маркера и вот так отсюда спереда подцепляю протяжку накидываю на левую спицу вот накинула и скрещена вот за переднюю стеночку провязала теперь вяжу до следующего маркер 26 петель провязываю перекидываю маркер и здесь я уже делаю после маркера сзади вот так сзади захватываю протяжку и оставляю на левой на правой спицы а левой спицы вот сюда вот так завожу и провязываю можно еще год вот так за заднюю стеночку накинула на левую спицу и скрещенной петлей за заднюю стенку провязала так проще понять все петли клина подъема я сделала 4 будет достаточно на эти носочки и теперь я сейчас провяжу вот перед и будем вязать пятку бумеранг ну вот друзья я довязала до красного маркера я решила красный повесить пусть они висят чтобы знать что после них уже не надо вязать будем вязать вот эти двадцать шесть петель я поделила так 26 на 3 по 8 и 2 в запасе 2 остаются я их на бока бросила здесь по девять посередке 8 и мы сейчас будем разворачиваться поворотными рядами сначала сюда потом сюда и вот так пока не дойдем до голубых маркеров чтобы все петли были удвоенные вот сейчас показываю дошла до красного маркера разворачиваю вязание вот снимаю провязанную петлю и удваиваю ее так как это изнаночная вот видите назад вот она удвоилась и дальше вяжу до следующего красного маркера до конца довязала вот это же разворачиваю вязание снимаю провязанную петлю и так как это лицевая я сюда ее удваиваю вперед и завяжу рабочую нить за спицу вот она тоже получилось двойная со всех сторон вяжу дальше теперь уже до сдвоенной петли давайте один раз провяжем и вот с каждым ряду мы будем приближаться к центру пятки спицы тонкие пряжи тонкие поэтому мне вязать сложно на камеру сейчас до сдвоенной петли вяжем вот она довязала разворачиваю вязание вот она у них полон и ищет вот так подцеплю и завожу рабочую инициат за спицу и удваиваю и вот так видите 1 2 таких удвоенных петель у нас до центра должно быть с обеих сторон по 9 ну вот я заканчиваю вывязывать первую часть пятки бумеранг вот у меня осталась одна последняя петля видите 1 2 3 4 5 6 7 8 8 сдвоенных и последнюю девятую удваиваю завожу назад вяжу середину пятки провязала и вот здесь тоже вот одна петля осталось 1 2 3 4 5 6 7 8 сдвоенных и вот последняя петля который надо удвоить разворачиваю вязание снимаю петлю 2 его и все у меня все 9 петель с этой стороны и сейчас мы провяжем два ряда вот этот ряд еще один этот до вяжем по кругу еще один и будем вот эти вот петли уже сдвоенный тоже провязывать с этой стороны так вот за правую стеночку с наклоном ну за первым за переднюю стеночку с наклоном вправо вот так как смотрят петли провязываем сейчас провяжу покажу и последнюю с этой стороны и продолжим вязание по кругу и я сейчас покажу как с той стороны будем провязывать сдвоенные петли вязать 9 сейчас перехожу назад на заднике сейчас петли подъема просто провяжем и вот у нас 9 сдвоенных петель мы будем провязывать за переднюю вот за заднюю то есть вот там за передние провязывали а здесь вот так вот за заднюю чтобы выглядели красиво все 9 петель вот видите ровно смотрится провязываем за задние стеночки и подтягиваем слегка вот вот этот ряд провяжем и еще один ряд вот у нас начало и конец лет сейчас мы этот ряд то вяжем еще полностью ряд провяжем и начнем формировать вторую часть пятки мы провязали первую часть пятки вот она вот у нас коляшка и вот это теперь будем вязать вторую часть второй части вяжем в обратном направлении начинаю удваивать вот середки здесь 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 и вот так пока все 9 петель не будут сдвоены и вот я довязала до маркера середины снимаю вот они мне 8 петель здесь также по 9 и приступаю к первой петли провязала после маркера разворачиваю вязание разворачиваю вязание снимаю петлю и так как она изнаночная и назад удваиваю вот видите вот она сдвоенная и дальше 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 вяжу до маркера середки все петли середки середочку мы провязываем ничего не делаю просто провязываем и 8 петель все провязала середочку и вот у меня идут 9 петель и я начинаю с первой вот провязала ее разворачиваю вязание и снимаю и удваивать так как она лицевая я вперед и вяжу до следующей сдвоенной петли из в этом случае мы уже петли сдвоенные будем провязывать так так цепляется вот она у меня сдвоенная петля и так как на лицевой стороне я ее провязываю за переднюю стенки лицевой петлей провязала и следующую петлю провязала разворачиваю вязание удваиваю эту петлю заведя рабочую нить и взад за спицу что ж такое то все стоит вяжу петли середки не трогай ничего просто вяжем провязала маркер перекинула вот у меня идет первая сдвоенная петля я ее как изнаночную за заднюю стенку провязываю изнаночной петлей подтягиваю и следующую изнаночную петлю провязываю провязала развернула вязание вот и снимаю здесь она у нас лицевая заводим вперед рабочую нить удваивая и следующую провязанную уже провязываем то есть у нас сейчас будет идти по нарастающей от центра к бокам вот давайте еще одну покажу вот это провязали уже вот вторая сдвоенную тоже провяжем две уже у нас провязаны сейчас третью будем делать вот провязала третью разворачиваю вязание снимаю и удваиваю и вяжу до следующей сдвоенной петли когда я провязала последнюю сдвоенную петлю я прошла круг по кругу вот провязала и перед и вот подошла к этой петли сейчас нам надо провязать еще одну сдвоенную петлю вот она я ее провязываю за задние стеночки вот все все двое и подтягивают все сдвоенные петли у нас провязаны маркеры я их убрала кроме этих и сейчас мы будем через ряд убавлять петли клина подъема по 2 вместе начиная вот сейчас с этого ряда пока на спицах не останется по одной петли которую мы отдадим наперед вот идет вот эти нам 4 петли через ряд надо сократить сделать клин подъема и так я начинаю с первого ряда у меня будет они смотреть на пяточку поэтому я с левой стороны буду провязывать с наклоном вправо с правой стороны с наклоном влево и чтоб не забыть вот сейчас я эту петлю отдам вот сразу здесь все петли сократим после красного маркера еду красно сейчас с этой стороны тоже отдам я довязала перед и вот снова перешла на эту спицу здесь у нас пять сейчас мы которые занимали петлю я сразу верну на перед и сейчас у нас по переду 26 стала а вот эти четыре мы сократим через ряд также как эту сторону вот эти петли я сейчас буду вот так одну петлю разверну и с наклоном влево чтобы они клинт смотрел на пятку все три по три петли буду делать через ряд этот ряд я буду вязать без убавок петель клина а следующий ряд опять еще нам надо сделать значит три раза будет раз по три петли осталось значит три раза это 6 лет не отвязываю ряд и нам надо еще раз сократить вот эту вот петлю подъема здесь и здесь как я буду делать я ее провяжу вот с этой петлю вместе для этого нам надо убрать маркер убираем маркер и провязываем две петли вместе все вот провязала и сейчас ту провяжем у нас будет одинаковое число петель на спицах здесь 26 и сзади 26 и потом будем вывязывать стопу сейчас сократим еще последнюю также провязала и вот тоже с этой стороны у нас осталось одна петля клина подъема мы также сделаем сократив ее вот убираю вот видите одна осталась петля убираю маркер разворачиваю эту петлю с наклоном влево и провязываю 2 вместе и у нас на спицах должно остаться 26 сзади 1 2 20 ну вот видите 21 22 23 24 25 26 26 петель спереди просто хочу показать вам пяточку вот так она смотрится сзади вот такая вот округлая вот так будет по подошве ну это вот задник же идет а это вот подошва уже пошла видите какая аккуратная и красивая пятка и сейчас мы будем вязать вот вот у нас пятка закончилась до мыска кому сколько нужно и потом я покажу как я закрываю мысок а сейчас я вязала нужную длину подошвы и сейчас будем вот закрывать высок как закрывать будем сейчас я расскажу сначала у нас на спицах 52 петли по 26 на каждой спице и мне нужно пять раз закрыть через ряд и когда уже после 16 петель мы еще провяжем ряд без убавок 14 петель на каждой спице по 14 будем провязывать в каждом ряду а как я буду провязывать сейчас покажу я провязываю одну петлю провязала и две следующих петли с наклоном вправо провязываю одной лицевой затем вяжу до конца спицы не довязывая три петли так вот три петли я сейчас одну петлю разверну и провяжу две петли вместе с наклоном влево вот так и еще одну петлю она мне уже развернулась и так следующая спица 26 петель это сзади я делаю точно также одну петлю провязываю и две петли в общем начале спицы я провязываю две петли вместе с наклоном вправо а в конце спицы провязываю с наклоном влево я довязала и у меня осталось 8 петель по 4 петли на каждой спице я сейчас их буду закрывать я уже ниточку обрезала и так первую петлю я провязываю и возвращаю на левую спицу и теперь на эту петлю я все 7 наброшу вот так 1 2 3 и с той стороны сейчас я так подтяну вот она у нас первая вот она вот она вот она и я сейчас все четыре наброшу 1 2 1 2 3 вот так 4 подтянула и еще раз можно на всякий случай еще раз провязать закрепить как бы все и потом подтянуть и заправить вовнутрь вот крючком вот носочек вот такой носочек получился у нас к красивый аккуратный и осталось мне отпарить их или постирать все кончики запрятать и вначале видео покажу а сейчас приблизительно приложим одинаковые носочки и